Это специальное включение на телеканале ЛРТ. Я Наталья Кратович. Здравствуйте. Большое символичное событие сегодня прошло в округе. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» знаем и помним своих героев. Тысячи саженцев деревьев высадили во дворах жилых домов, в скверах и аллеях округа на территориях учебных заведений Люберец, а также в поселке Мирный посадили хвойные деревья. Принять участие в этой акции мог любой желающий. Вместе с горожанами свое «Дерево Победы» высадил и глава округа Владимир Ружицкий, а также сотрудники администрации, социальных учреждений, местных предприятий и другие. Продолжение темы в материале наших корреспондентов. Как прекрасен этот мир! Прекрасен этот мир! Очень прекрасен! Что мы делать приехали? Сожрали! Пусть радуется молодое поколение, пусть оно знает, что эти деревья должны расти. Это наша Россия, это наша память. Знаем и помним своих героев. Под таким девизом сегодня в округе становится зеленее. В Люберцах задействовано 150 площадок. Самая масштабная из них – лесничество в Мирном. 6 тысяч хвойных высаживают на 11,5 гектарах леса. Дорога францовая, без времени играя, два шага до погоста, пройти ее не просто. Дорога францовая, шагом завязь мечтая, с горей домой вернуться, любимой улыбнуться. Мы приехали сажать лес с хорошим настроением, с хорошей погодой. Надеемся, что высадим очень много деревьев и улучшим нашу экологическую ситуацию в округе. И все у нас будет хорошо. Два года назад жители городского округа, в том числе на этом поле, производили посадки саженцев. Часть из них прижилась, а часть не прижилась. Нам лесной комитет поручил произвести, именно произвести допосадку саженцев, чтобы лес был настоящим и чтобы ваши дети, внуки и правнуки могли в нем отдыхать. За нами родные заводы и красные звезды Кремля. Мы не дрогнем в бою за столицу свою, на родная Москва дорога. Нерушимой стеной, обороной стальной, разгробим, уничтожим врага. Лес Победы объединяет поколения. Вы только посмотрите, люберчане приходят на акцию целыми семьями. Здравствуйте, расскажите, ну каково это сажать Лес Победы? Ну как, это долг, я думаю, каждого гражданина нашей страны. Вот такой, знаете, в день посадить лес, который будет память в десятком поколении потом. Как это делать, откуда, знаете? Ну, как откуда? Мы уже если третий раз, то естественно все знаем. Мне кажется, это чудесная акция. Каждое дерево символизирует солдата, который погиб в Великой Отечественной войне. Мне кажется, мы делаем великое дело и восстанавливаем заодно лес, леса наши. Даже посмотреть на эти большие сосны, такая красота. И сразу чувствуется, вот, и дышать легко, и настроение повышается. И вот мы приехали сюда, вот, я вот с большим, впервые я приехала, с большим удовольствием, вот, я сажаю сосенки, чтобы они росли во благо. Ежегодно к эколого-патриотической акции «Лес Победы» присоединяется все больше жителей региона. А есть и те, кто в ней участвует с самого первого раза. Здравствуйте, расскажите, каково это сажать ежегодно деревья? Добрый день, да, действительно, я уже с самого первого раза, как только вот начали эту акцию, участвую в ней. И, знаете, каждый раз иду с вот таким чистым сердцем, легким сердцем на эту акцию, потому что, ну, все-таки, это, как мне кажется, нужное дело – посадить, восстановить где-то лес. Вот, и отрадно, знаете, что, что, вот, все-таки я могу проследить, да, вот эту тенденцию, с самого первого раза и до сегодняшнего времени, до сегодняшнего дня, что люди все более-более откровенно хотят вот этим вот заниматься. ПЕСНЯ Озеленение этого микрорайона началось еще в прошлом году. В мае 2018-го здесь высадили вишни и каштаны. А сегодня в рамках акции «Лес Победы» здесь появится сиреневая аллея, а вдоль гимназии посадят липы. Это акция посвящена Дню Победы нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, всем, кто не дожил. Это есть возможность посадить дерево и вспомнить своих близких. Смотришь, вот из этих крупиц каждого собирается большая наша страна под названием Россия. И мы гордимся же нашими ветеранами, нашей страной, но гордость начинается внутри конкретного человека. Поэтому я всем говорю спасибо, кто нашел время и возможность сегодня вместе с нами принять участие в акции. Вот лопату есть здесь. Немножко, да? Да, вирай сюда, да. Все хорошо, все хорошо. Где-то так будет нормально, да? Давайте лопату. Пожалуйста. Владимир, молодец. Для всех важно принять участие в какой-то акции, связанной с Победой. Это не менее важная часть. Посадить деревья, научить детей чему-то важному. По-моему, все правильно. Я каждый день гуляю по этой дорожке. Я катаюсь на ней, на роликах и очень многое другое. Также по этой дорожке я хожу в школу. И сегодня ты здесь посадила дерево? Да, я посадила дерево на этой дорожке. Я буду проходить и смотреть, какое оно красивое. Ты рада? Да, я очень рада. Нам очень понравилось, как дети посажали деревья, посадили. И как они себя вели хорошо. Нам очень-очень понравилось. Очень довольны. Пели песни прекрасно. И это молодежь все-таки делает так, как положено и как надо. Сегодня перед вами появится аллея сирени или сиреневая аллея. И я думаю, через год-два здесь по весне будет запах сирени, красивое цветение. Я думаю, оно будет радовать глаз, как ваш, так и наших гостей. Сами вставай. Все, полностью поднимай ручками. Ручками поднимай мешок. Ждут свой черед к посадке и саженцы сирени. Многие деревья уже начали цвести. Так что красоты и благоухания на улице Вертолетной долго ждать не придется. Мамы и папы, бабушки и дедушки. Люберчане целыми семьями приходят облагораживать территорию. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Леонард Гнадьев. С кем вы пришли сегодня? Я смотрю, у вас два сына. Да. С Сережей и Димой. В восторге. Очень все нравится. Мне нравится копать из-за деревьев. Я считаю, что посадить дерево вместе с детьми – это такой важный момент. Я сейчас сыну рассказываю, что ты можешь гордиться, что это твое дерево, что ты лично его посадил. Спустя там много времени можно будет оно вырасти, это будет приносить какие-то не плоды, но цветы. Это у нас получается сирень будет цвести, и он может ходить и гордиться, что сделал это он. Не только местные жители, но и органы власти вышли на посадку деревьев. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня деревьев нужно будет посадить? Здесь мы сажаем аллею сирени 60 штук. А вообще по городскому округу Люберс более трех тысяч. Посадить дерево – это дать жизнь. В первую очередь, это, как говорится, придать больше жизни, темперамента и здоровье. В том числе и себе, в первую очередь. Берем землю, подкидываем земли, чтобы у нас была лунка чуть повыше. Для нашей семьи это продолжение радости, продолжение рода, продолжение счастья. Мы пришли посадить дерево на День Победы в честь нашего дедушки, который воевал во время войны. Он пошел в 15 лет на фронт, приписал себе года, было у него ранение. И после войны ушел, вернулся домой. А ты участвуешь в акции «Есть Победы». Мария Кузьмичева, Анна Троян, Виталина Куликова, Сергей Гвоздев, Валерий Абсалямов, Дания Рамазанов. Телеканал ЛРТ. Телеканал ЛРТ поздравляет всех люберчан с Днем Победы. До новых встреч в нашем эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова